75 лет мирного труда на нашей земле. За это время в свет пришло не одно поколение. Но память о тех героических днях свято хранится в наших сердцах. Особливо тут, в вашем городе, у Брести, який стал символом мужности и героизма. Насыщенную программу, наполненную лучшими душевными песнями военных лет в исполнении солистов Большого театра Республики Беларусь, артистов, лауреатов национальных конкурсов и заслуженных коллективов страны, представили в совместном проекте Министерства культуры и Белтелерадиокомпании. Гостеприимный Брест стал первой концертной площадкой в череде областных городов. Концерт состоялся 9 мая на Площади Победы. Он получился, потому что много хорошей, теплой, душевной музыки, старых песен звучало, зал откликнулся. И, в общем, было принято решение о том, что этот концерт нужно провести по областным центрам. Сегодня мы открываем этот тур в городе Брест, собственно говоря, как и положено. Масштаб мероприятия потрясал даже искушенного брестского зрителя. Театрализованные действия, сопровождающие каждую композицию, добавляли колорит военным песням, переносили зрителей в атмосферу тех непростых для всего советского народа лет. Там наливали чашки, кружки, плошки, давай, солдат, мы вбедывали виды, и сыпали чистушками гармошки, и даром угощались инвалиды. Музыкальное сопровождение концертных номеров виртуозно осуществлял заслуженный коллектив Республики Беларусь Президентский оркестр под управлением гениального дирижера, артиста Виктора Бабарикина. Каждое выступление публика встречалось с замиранием сердца. Настолько чувственно и эмоционально были построены все выступления в рамках проекта. Место особенное, можно сказать, для всех людей, которые столкнулись с этой страшной войной. Это было, конечно, очень тяжелое время, и мы сюда приезжаем с особым трепетом, и выступаем здесь с огромной благодарностью тем людям, которые защищали каждый клочок нашей зоны. Вся концертная программа и каждый в отдельности исполненный артистами номер был пронизан трепетным отношением к героическому подвигу великого народа, вызывая слезы на глазах слушателей. Огромная честь и огромная ответственность выступать именно в вашем городе. Поверьте, это не дань вежливости, то, что я сейчас говорю. Потому что город на самом деле удивительный. И то, что память в нем живет, и то, что сердца белорусского в вашем городе много. Надо всем нам кланяться тем героям Великой войны, а поколению не забывать и помнить. Но я так думаю, что в Беларуси поколение будет помнить на долгие века. Наши отцы, деды, прадеды, они неистово воевали, преодолевая страх, боль, потери, лишения, которых у них было достаточно. Поэтому для меня это святой день, святая дать. Проникновенное исполнение знаменитых журавлей, заслуженной артисткой Беларуси Искуей Абалян, заставило весь зал в едином порыве встать со своих мест и стоя почтить всех павших героев. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых непришедшие полей... Пока память жива, они тоже живы. Беларусь помнит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова